Библейский портал экзегет.ру представляет 43 глава книги пророка Исаия Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для портала экзегет 41-42 новая часть книги, которая говорит о избавлении от Вавилонского плена 6 века до н.э. И каждый из этих глав после 40-й развивает одну из тех тем, которые в 40-й были заданы 43-й не исключение 43-й об отношении Господа и Иакова Израиля Иаков второе имя этого народа, потому что человек по имени Иаков когда-то получил имя Израиль А теперь так говорит Господь сотворивший тебя Иаков, создавший тебя Израиль В 40-й говорится о том, что Господь создал весь мир Но и этот народ тоже создан им, а значит, для какой-то цели, а значит, не безразличен Богу Конечно, создан не в том смысле, что из небытия он возник, но из толпы рабов, которые вышли из Египта Не бойся, я тебя искупил и назвал по имени Ты Мой То есть вот буквально исход из Египта понимается как искупление из рабства То, что Господь, собственно, освободил, заплатив, конечно, какую-то цену, мы не скажем Что эта цена была денежной, но, в общем-то, отдал что-то за израильтян египтянам Или как-то мы еще это опишем Ну, это просто метафора искупления, поэтому не обязательно надо думать, что была какая-то платежная ведомость Которой кто-то расписался и которая подразумевала передачу неких материальных ценностей А скажем то, что они были египетскими рабами, Господь их взял себе Ты Мой Через воды пойдешь, я буду с тобой не утонешь на речных переправах, собственно, при исходе даже на морских Через огонь пойдешь, он тебя не опалит, не обожжет тебя пламя А здесь предполагается, что скоро произойдет исход из Вавиланского плена И это будет подобный исходу из Египта Возвращение, которое будет сопряжено с опасностями, с переходом через реки Ну, огонь там вряд ли в физическом смысле, но жаркая пустыня Вот через огонь, воду и медные трубы Израиль пройдет, да, как поговорка потом будет говорить Я Господь, твой Бог, святыня Израиля, твой Спаситель, выкуп за тебя я отдал Египет, Эфиопию и Севу Сева не очень понятна какая страна, но какие-то другие страны Так что же это значит, отдал за тебя выкуп? Я только что сказал противоположное, что искупление из египетского плена вовсе не означает Обязательно передачи неких денег или чего-то еще Можно понять это, конечно, грубо прямолинейно Что Вавиланское царство сменяется другим, персидским И персидское царство завоевывает, в частности, Египет То есть, что персам отдается довольно много земель для того, чтобы они освободили израильтян Но можно, наверное, понять это и как-то немножко более глубоко, что Израиль это тот народ, который Бог берет себе И это значит, что те же самые Египет, Эфиопия, Загадочная Сева и вообще многие другие страны Они в каком-то смысле остаются принадлежащими вот этим самым идолам Он не то что заключает с ними сделку, это смешно говорить, но он готов на время на какое-то оставить эти страны Для того, чтобы именно в Израиле вот его присутствие выглядело некоторым особенным образом Так дорог ты мне и драгоценен, что других отдаю за тебя в оплату За жизнь твою отдаю народы, не бойся, я с тобой Вот странные слова, но все-таки, наверное, мы можем их понять именно в таком плане, как я сейчас сказал С востока приведу твое племя, с запада его заберу, но идет речь об изгнанниках, которые в разных местах Северу скажу, отдай их и югу не держи у себя Приведи сыновей моих издалека, дочерей моих с краев земли, всех, кто именем моим назван Кого для славы своей я сотворил, создал и устроил Речь идет, конечно, о собирании рассеянного иудейского народа с разных краев земли И в том числе из этого Египта, Эфиопии, но Эфиопия в прямом смысле слова вряд ли Это скорее территория сегодняшнего Судана Но, в общем, эти дальние страны, которые становятся тоже частью Персидской империи Для того, чтобы иудеи могли оттуда вернуться Потому что для славы своей сотворил, создал и устроил этот народ, говорит Господь И, соответственно, его судьба не безразлична Богу Выведи тех, кто ослеп хоть с глазами, кто оглох, хотя у них есть уши Вечный упрек, да, в пророческих книгах Пусть соберутся народы вместе, пусть встретятся племена Кто среди них предсказал это, пусть прежнему нам расскажут Свидетели правды своей представят, чтобы выслушали вы их и согласились Но это уже не в первый раз встречается Как такой постоянный рефрен Эти языческие боги и все, кто с ними связан Они не в состоянии ни описать прошлое, ни предсказать будущее То есть смысл истории раскрывается только в изречениях единого Бога А мои свидетели вы, пророчество Господа Вы и отрок мой, которого я избрал, чтобы вы узнали и поверили мне Стоп, стоп, стоп Мы читали про отрока совсем недавно И мы решили, что в 42 главе, где упоминается отрок Этот отрок это скорее народ Господень Это скорее израильтяне А свидетели мои вы, пророчество Господа Вы и отрок мой, которого я избрал Значит, здесь отрок уже становится немножко другим человеком Это не просто коллективный портрет израильского народа А кто же это? Мы пока не знаем Но к этой загадке отрока мы все время будем возвращаться Он как будто пытается этот пророк нас заинтересовать до предела Чтобы нам уже очень-очень хотелось понять, кто это такой Но здесь он уже отделен явно от народа Чтобы вы узнали и поверили мне Чтобы уразумели, это я И не было Бога прежде меня И после меня другого не будет Ну, после меня в смысле, что когда-нибудь не станет меня Будет другой Я, это я, Господь, и нет спасителя, кроме меня Я вас спас, как и предрек, и об этом я возвестил И нет у вас иного И вы свидетели мои пророчества Господа, что я Бог От начала времен это я От руки моей никто не избавит Что я творю, того никто не отменит Казалось бы, тоже здесь Вот это повторение бесконечное Я единый Бог, я все это знаю, я все это творю Ну, как-то излишнее Но вновь и вновь он повторяет Вот говоря об отношениях между Израилем и собой Господь повторяет, что Только я могу что-то сделать И поэтому Собственно, со мной и выстраивайте свои отношения Вот что говорит Господь, наш избавитель, святыня Израиля Это ради вас я послал его в Вавилон И обрушил все засовы на воротах Это кого? Его Тут вообще трудный текст Может быть, не про засовы Не зверг всех их, как бирженцев Но в любом случае он кого-то послал Может быть, отрока Тогда, наверное, отрока — это победитель Который завоевал Вавилон Вообще, это был персидский царь Кир Пока не ясно, но такая загадка рождается Я бросил все засовы на воротах Кричат халдеи на кораблях Халдеи — народ Вавилона И, стало быть, они бегут из Вавилона по морю Я Господь, ваша святыня Творец Израиля, ваш царь Так говорит Господь Это он пусть по морю проложил Дорогу по могучим волнам Вывел коней, колесницей, воинов Все полчища разом Пали они и уже не встанут Сгинули, как фитиль, угасли Помните, там в предыдущей главе Отрок фитиля курящегося не загасит А здесь отрок — это тот, кто завоевал Вавилон Он не то, что его не загасил Он там вообще все разрушил Как-то странно Какой-то другой отрок Загадка Но будем еще читать Это не в этой главе, даже не в следующей Но не о прежнем вспоминайте Не о былом размышляйте Вот я новое совершаю Оно возникает, а вы не узнаете? В степи я путь пролагаю В пустыне пускаю реки Это уже было в предыдущих главах Начиная с этого гласа В пустыне подготовьте путь Господу И мы говорили о том, что речь идет, конечно, об исходе из Вавилона Потому что дорога из Вавилонии в землю Израиля Она протекает через пустыню И реки, которые текут в пустыне Это тоже такой признак изменения Просто вот радикального Что пустыня цветет И все наконец становится совершенно иным И появляется та вода, которой так не хватает И это касается всего творения Вот без конца в этой части книги Подчеркивается, что история Израиля Это часть о истории всего мира Начиная с сотворения Прославят меня звери полевые Шакалы и птенцы страусов Я водой рошу пустыню Реками степь сухую Напою мой избранный народ Народ, который я для себя сотворил И он хвалу мне воздаст А ты, Яков, ко мне не взывал Видно, надоел я тебе, Израиль Не приносил ты ни сжигару мне агнцев Не чтил меня жертвами Дары для меня тебя не отягощали Воскурения не обременяли Не покупал ты мне благовонных трав За свое серебро Не уделял мне жир жертвенных животных Зато грехами своими меня отягощал Преступлениями обременял Вот она, явная связь Ведь это же пересказ, собственно, первых 39 глав Явная связь с первой частью книги С чего начинается, что даже вол и осел Знают своего хозяина А Израиль не знает, не понимает, не разумеет Не обратится к своему богу Вот здесь это кратко пересказано Причем в такой уже гораздо более мягкой манере Вот Исаия первый, тот, который в первой главе книги говорит Он очень жестко обращается к израильтянам А здесь шакалы и птенцы страусов Даже вот такие уж совсем какие-то животные, птички Которые вот не назовешь их особенно приятными и очень умными Но они и то как-то понимают А ты не понимаешь совсем ничего И вместо жертвоприношения отягощал меня грехами Исаия в первой главе говорил о том, что Не надо приносить Богу жертву, если у вас на руках кровь И здесь, может быть, это имеется в виду Что, дескать, даже то, что вы приносили жертвы На самом деле жертвами не являлось Я, это сам я, прощаю твое непокорство ради себя И грехов твоих уже не вспоминаю Так напомни мне их и сойдемся в споре Что в свое оправдание скажешь? Первым согрешил твой отец Провинились передо мной твои ходатые Кто был первым в святилище, тот для меня уже не свят Я предал Иакова заклятию, Израиль поруганию А вот это уже, конечно, итоги первых 39 глав Господь говорит, я сейчас прощаю твое непокорство И не вспоминаю твои грехов Это я делаю ради себя Да, поскольку Израиль это народ Божий Поскольку на нем является слава Божья То все, что происходит с этим народом Богу очень важно И вот согрешили еще отцы Действительно, это очень подходит к картине 6 века Когда израильтяне в рассеянии В Вавилонском плену очень многие И это за грехи, ну, скорее их предков Чем непосредственно их, вот тех людей Которые были перед самым началом плена И святилище разрушено, уничтожено Поэтому я предал Иакова заклятию, Израиль поруганию Означает, собственно говоря, то, что Иерусалим вместе с храмом разрушены И должно быть какое-то новое начало Каким же это начало будет? Но об этом следующее, 44 глава Продолжение следует...